Укроп-аллигатор. Укроп – самая популярная зелень на столе человека. Без него не обходится приготовление овощных и ряда других салатов. Свежий и сушеный укропчик добавляется при приготовлении первых и вторых блюд используется в консервировании. В составе этой популярной зелени много витаминов и других полезных веществ, поэтому укроп так охотно берутся выращивать на своих огородах дачники. На заметку, если правильно подойти к возделыванию укропного растения, то зелень будет на столе человека все лето и осень. Одним из интересных сортов является укроп-аллигатор – неприхотливый высокоурожайный сорт. Этот вид зелени относят к поздним посрокам поспевания сортам, поэтому срезать листву с нее можно в течение всего сезона. Именно это привлекает любителей свежей зелени к такому виду. Общая информация о культуре. Укроп – это зелень, относящаяся к семейству зонтичных. Это типичный однолетник, у которого врастает один центральный стебель, от которого отходят боковые ответвления. Окрас центрального побега – темный изумрудный листва, перистой формы, зеленые окраски с синим оттенком. Длина листвы может достигать 18-22 см. На концах стебли образуется соцветие зонтики со множеством цветков. Окрас цветов – желтый. Диаметр зонтиков может достигать 17-19 см. В конце сезона на месте цветков образуются мелкие семена размером не более 5 мм. Растение может распространяться самосевом, но многие овощеводы собирают их, чтобы высаживать в следующих сезонах. Укроп-аллигатор семена считается, что это пяное растение произрастало в странах Средиземноморья, а также в Передней Азии, где его выращивали еще в древние времена. А в средние века эта специя попала в центральноевропейские страны, откуда постепенно перекочевала на север. Это пяное растение используют для приготовления различных блюд и их украшения во многих ресторанах с разной кухней и престиж многих. Предприятие питания повышается, если клиенты видят, что повара используют эту зелень для приготовления мясных рыбных блюд. В России эту культуру культивируют не одно столетие, а вот во многих азиатских странах его можно встретить и дикорастущим. Важно! Укроп используют не только в свежем, но и в сушаном виде. Также при мариновании овощей или засолке используются цветки или семена этого пряного растения. Многие считают, что укроп представлен в единственном виде, однако на самом деле существует много его разновидностей, различающихся. По срокам поспевания, внешнему виду и форме листьев. В данной статье рассказывается об укропе аллигатор, описание которого представлено ниже. Характеристики и особенности сорта. Укроп крокодил или аллигатор достаточно популярен среди овощеводов разных стран, благодаря своей хорошей урожайности. Высевать в открытый грунт семенной материал следует во второй декаде мая, а первые ростки появляются уже на 8-10 дней после посева. Схожесть этого сорта не слишком высокая, выше 55%. В начале июня у всходов появляются первые постоянные листочки. Во второй декаде июня на растение появляется 5-6 листьев, готовых для употребления в пищу. Окраска листьев изумрудной с сизоватым оттенком. Розетка листьев, большая по размеру, слегка приподнимается кверху. И если другие сорта укропа приходится подсаживать за сезон несколько раз, чтобы собирать урожай, то поздние сорта тем и хороши, что растут долго, до середины осени при хорошем уходе, поэтому собирать с них урожай можно в течение всего сезона. Укроп аллигатор на огороде укропа крокодил. Согласно описанию, при достаточно редкой посадке междоузлей образовывается много поэтому от основного толстого стебля отходит большое количество более мелких стеблей, а листва хорошо разрастается. При загущенности посадок растения вырастают тонкими, слабо ветвятся, а листочки размером намного меньше заявленного. Укропа крокодил описание и характеристики можно продолжить рассказом о высоте растений. Загущение посадок отрицательно влияет на рост и высоту центральных стеблей, они в высоту редко бывают более нуля. 9-1-1 метр Свободно растущий укроп крокодил в высоту может достигать полтора метра. Так как растения относятся к позднеспелым сортам, от момента появления всходов до полной зрелости семян проходит около 4 месяцев. Уже через 40-45 суток с момента появления ростков можно начинать сбор зеленых листочков. За один раз с каждого растения можно собирать не менее 22 грамма зелени. Укроп-аллигатор с него собирают не только зеленую массу, при консервации используются и зонтичные соцветия, а также созревшие семена. Так как сорт является позднеспелым, в условиях средней полосы Урала и Сибири семена у этого пряного растения успевают вызревать только в теплице, в открытом грунте в этих регионах собирают только зеленую массу. Но в южных регионах овощеводы собирают и семенной материал созревших соцветий зонтиков. Многие выращивают укроп-аллигатор на продажу, причем занимаются его разведением дома на подоконнике или на балконе. Укропную зелень можно заготавливать на зиму, ее замораживают в свежем виде в морозильнике, либо сушат, мелко нарезая или помещая в тень на свежем воздухе. Агротехника выращивания Многим начинающим овощеводам кажется, что вырастить укроп очень легко. Конечно, эта культура крайне неприхотлива, но определенные нюансы в ее выращивании все же есть. Начать следует с того, что укроп но и семя содержат большое количество эфирных масел, которые препятствуют их прорастанию. Поэтому, чтобы получить первые всходы быстрее, следует предварительно замочить семена в воде с температурой не менее 36-38 градусов. Проращивание продолжается не менее двух дней, по мере остывания воду следует менять. Только потом семенной материал готов к посадке. После проращивания первые ростки появляются уже на третьи сутки. Хотя эта культура считается устойчивой к холодам, но не стоит сажать семена в непрогретую полностью почву. Наиболее оптимальное время для посадки – вторая декада мая. Во время наращивания вегетативной массы температура окружающей среды должна составлять не менее 18 градусов. Хотя семена укропа высаживают почвой ранней весной, сразу после схода снега, но всходы в этом случае появляются нескоро. Перед посевом в грядки вносят органику, хорошо переплевший компост или перегной. Поперек грядок делаются неглубокие бороздки и глубина 1,5 см, расстояние между бороздками – не менее 20 см. Грунг должен быть влажным и рыхлым. После посева грядки следует накрыть полиэтиленом до появления первых всходов. Укроп-аллигатор имеет крупную форму, дальнейший уход за подрастающим укропом не будет слишком сложным. Данное растение нуждается в регулярных поливах, норма внесения влаги – не менее половины ведра на 1 квадратный метр. Режим поливов не реже раза в 7 дней. В случае засушливого жаркого лета количество поливов увеличивают до 1 раза в 2-3 дня. Подкармливать эту культуру в процессе роста не требуется, достаточно внести органические удобрения перед посевом семян. Но следует регулярно удалять сорную траву и периодически рыхлить грунт. Прополку можно делать только до тех пор, пока укроп не пойдет в рост, тогда сорняки не будут мешать ему расти. Преимущества и недостатки сорта Основные достоинства этого сорта укропа – высокая урожайность сорта, высокая стойкость к нападению вредителей, растение может хорошо Развиваться и при низкой освещенности, листва очень сочное, стеблевание небыстрое, высота растений может достигать 1,5-1,6 метра. Растение отличается неприхотливостью. Недостатков укропа аллигатор практически нет, можно только отметить, что в регионах с коротким летним сезоном в открытом грунте укропа не успевают возревать семена. Также следует заметить, что свежая зелень этой культуры не хранится долго и начинает вянуть, но данное свойство присуще любому виду зелени.